В последние выходные лета на лыжероллерной трассе непривычно шумно. В гости со всего Подмосковья съехались особенные дети. Очередь на регистрацию начиналась от самого входа в парк. Ребят ждала очень насыщенная культурная программа. Открыли праздничную часть почетные гости. Посвятили этот праздник и пара олимпийцам, которые не смогут выступить в Рио. Наш сегодняшний фестиваль посвятим мужественным, замечательным людям, которыми мы гордимся, нашим пара олимпийцам. И поможем это сделать с вами. Спасибо. Открыла концерт и Диана Гурцкая. Гости фестиваля встретили ее бурными аплодисментами. Певица пожелала участникам праздника никогда не сдаваться и во что бы то ни стало идти к своей цели. Выступление продолжили Анжелика Гурбаш и Денис Майданов. Помимо музыкальной части фестиваля для ребят подготовили и различные мастер-классы. Рисование на воде, декупаж, декорирование и изготовление поделок из натуральных материалов. Канистерапия и катание на пони вызвало у юных гостей наибольший восторг. Ты будешь сегодня выступать, да? А что ты будешь делать? Мне очень-очень понравилось такое сестивание. Я считаю, для того, чтобы детки общались, набирались опыта. Ну и вообще интересно, просто проводили время вместе, не дома, не отдельно, как бы друг от друга. Благодаря таким мероприятиям особенные дети чувствуют себя в обществе комфортно. Отношение к ним за последние годы сильно изменилось в лучшую сторону. В Одинцовском районе детям с ограниченными возможностями уделяется большое внимание. Каждому ребенку практически индивидуальный подход. Я понимаю по тому отношению, которое встречается со стороны чиновников, со стороны просто людей. Понимаю, что оно меняется в лучшую сторону. Теперь, ну как было раньше, когда видишь, что какая-то в семье трагедия, боль, связанная с ребенком, с инвалидностью. Хочется как-то, хотелось как-то от этого отойти в сторонку. Да, сопереживаем, но как-то вот, чтобы меня не касалось. Сейчас этот барьер мы переломили, и многие действительно от души, искренне готовы помогать, включаться в работу. И жить вместе с этими детьми, и учиться, и работать в том числе. Организаторы уверены, что фестиваль «В будущее без границ» помогает детям с ограниченными возможностями социализироваться в обществе, а родителям заводить новые знакомства и делиться опытом. Андрей Иванов подчеркнул, что этот фестиваль должен стать в нашем районе традиционным. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».